Если Украина не будет в таможенном союзе с Россией, провести украинский сыр, молоко, мясо на российский рынок будет очень сложно. Потому что Украина принимает европейские стандарты в области ветеринарии, санитарии, регулирования всей этой продукции. Европейские стандарты менее требовательны, чем наши. Поэтому мы вынуждены будем всю украинскую продукцию проверять. А европейскую продукцию Украина уже проверять не будет. Так написано в соглашении об ассоциации с Евросоюзом. Экономически Украина ничего от соглашения не получает. Политически тоже ничего не получает. Она, наоборот, теряет. Теряет экономику, теряет суверенитет, теряет лицо. Поэтому главный смысл этого соглашения – это вбить в клин между нашими странами, между нашими государствами. Подписание этого соглашения будет означать, что Украина уже никогда не сможет войти в таможенный союз, не сможет вернуться в евразийский интеграционный процесс. И это размежевание будет постоянно увеличиваться, потому что над Украиной будет сидеть наднациональный орган, который будет по шагам контролировать исполнение этого соглашения и не даст ни на йоту отойти от того графика, который сегодня утвержден. Через 10 лет Украина станет, по сути, колонией Европы с точки зрения того, что будет обязана подчиняться европейским законам, но не будет иметь никакого влияния на их принятие.